Здравствуйте, дорогие друзья! Я всем желаю Шана, Туваум и Тука, хорошего и сладкого года. Мы уже приближаемся. Очень-очень скоро будет Роша Шана. 6 сентября вечером до 8 сентября мы будем все праздновать начало года Роша Шана. Тот самый день, когда был создан человек. 25 элуля был создан мир. Через 6 дней в Роша Шана был создан Адам и Хава. И поэтому ежегодно Всевышний проверяет нас, людей, какие у нас поступки, чтобы знать, какие нам ресурсы выдавать на следующий год и каким образом с нами продлевать контракт. Сколько здоровья, сколько мудрости, сколько парносы и так далее, и так далее. Все решается в Роша Шана. Говорят нам наши мудрецы, что в этот день случились очень-очень великие события. Такие, как еврейский народ перестал работать в Египте в Роша Шана. Отменилось рабство, то есть физическая работа закончилась в Роша Шана. Иосеф выходит из тюрьмы в Роша Шана и идет к фараону. И вскоре он станет премьер-министром Египта и накормит весь мир и спасет всех от голода. Такие великие события случились именно в Роша Шана. Сара зачела Ицхака, Хана зачела пророка Шмуэля, Рахель зачела Иосефа, Ацадика. Именно в Роша Шана такой великий день, день рождения человечества. Итак, мы знаем, что в Роша Шана у нас есть такие специальные блюда, которые мы кушаем вечером. В первый день вечером, во второй день вечером. Например, мы макаем яблоко в мед, мы кушаем рыбу, голову рыбы, голову барана, гранат и так далее. Почему? Потому что это хорошая примета. Давайте об этом немножко поговорим. Говорят нам наши мудрецы, что мы берем яблочко, например, макаем его в мед, и мы просим у Всевышнего, Всевышний, дай нам сладкий год, как вот этот мед, который мы кушаем с яблоком. Какие здесь есть два эффекта? Первый эффект, что мы получаем возможность попросить у Всевышнего сладкий год. Мы макаем в мед, мы думаем, ой, какой же сладкий мед, как же хочется вот так вот жить, чтобы все было хорошо. И мы молимся, Всевышний, дай нам такой год. И в момент молитвы, говорят нам наши мудрецы, мы должны раскаиваться и думать, а почему год должен быть не таким сладким? Потому что мои поступки не очень хороши. И я раскаиваюсь, раскаиваюсь над своими поступками в момент просьбы. Это первый колоссальный эффект. Я делаю чуву в момент просьбы, когда я говорю Всевышний. Дай мне такое потомство, как потомство рыб. Они очень рыбой написано, очень много рожают, и у них нету сглаза, и мы тоже так хотим. И я раскаиваюсь, Всевышний, прости меня за мои грехи, которые меня отделяют от этих всех благословений, отделяют меня от тебя. Прости меня. Это первый эффект, сувы, во время благословения. Второй эффект, говорят нам наши мудрецы, когда я кушаю мед, есть очень большая штука. Какая? Ведь когда уже что-то началось, его намного сложнее отменить. Есть такой духовный закон. Поэтому, когда я вкушаю мед, у меня уже начался сладкий год, потому что сейчас рожа-шана. Год начался. У меня уже сладкий мед на устах. И все у меня хорошо. Поэтому я говорю, Всевышний, раз уже год начался таким, давай уже пускай таким он и продолжит быть. И Всевышнему, в кавычках, как бы сложнее уже отменять этот приговор, потому что что-то уже началось. Уже сладкий год у меня начался и у всего нашего народа. Мы же кушаем уже мед. И мы говорим, Всевышний, может быть, нам мы не заслужили. Но раз уже началось, не отменяй. То есть намного сложнее отменить то, что уже началось, чем если бы мы сейчас не кушали ничего сладкого, и Всевышний бы решал, что давать. А нет, мы говорим, Всевышний, уже началось, не отменяй. Спасибо огромное за внимание. Давайте, когда мы будем кушать эти специальные продукты, мы будем не забывать про чуву в момент благословения. И понимать, что часть этой традиции заключается в том, что когда уже мы кушаем что-то сладкое, сладкое началось. Когда мы кушаем рыбу, которая имеет свойство плодиться очень сильно, то это как бы уже началось в нашей семье. И дай бог у каждого, кто ждет детей, пускай будет много детей и так далее, и так далее. Вот по списку всех этих продуктов. Спасибо огромное за внимание.